Итак, всем привет, с вами Добгай, и сегодня мы поговорим про планы парадоксов, про их пост-релизные планы. Они выкатили вот такую вот информативную табличку о том, что они собираются сделать. И, собственно говоря, изменений здесь много. Изменения здесь есть важные, и некоторые прям даже очень важные, особенно касательно искусственного интеллекта. И давайте начнем вот с войны. Некоторые вещи здесь можно объединить, как они выдадут нам больше информации. Сейчас вообще непонятно, как работает флот в том смысле, что вы не видите битвы, вы не видите, когда что происходит. Вы максимум можете найти это где-то на карте сами, но не хватает вообще никаких уведомлений об этом. Вроде как, я полагаю, они добавят уведомления. Для генералов они добавят возможность наступать как в каком-то направлении. Очень классно, сейчас очень не хватает просто реально давить вот свою цель войны. Вы можете начинать битву непонятно где, и никак не добиваться своей цели войны, в итоге проиграть войну, хотя, допустим, вы оккупировали там какие-то территории противника. Но не те, не повезло. Ситуация идиотская, ситуация, видимо, исправится. Отлично. Дальше они пофиксят что-то, так полагаю, с фронтами. Сейчас фронты тоже работают очень смешно, очень глупо. Ваши войска могут внезапно разделиться. Более того, внезапно вся ваша армия может пойти в какую-то одну окруженную провинцию противника, в то время как вот остальные территории останутся без прикрытия. И враг просто моментально соберет их обратно. И, очевидно, не хватает возможности самому разделять фронт, что они собираются добавить. Посмотрим. Звучит позитивно. Общая, как бы, ситуация неисправит. Она все еще будет такой себе, но хотя бы она будет контролируемой. Сейчас там очень много какого-то непонятного роддома. Ну и идем дальше. Историчность наших игр, да. Они добавят какие-то, видимо, триггеры, какие-то новые приоритеты Ишки. И теперь они будут стараться играть по своим, наверное, каким-то целям. Звучит прикольно. Потому что, ну, очевидно, сейчас происходит непонятно что. Ишки там нападают непонятно на кого. Марионетят непонятно кого, непонятно зачем, самое главное. Ну, как бы, направление позитивное. Также исправят они Американскую гражданскую войну. Сейчас все реально очень легко избежать. И, как бы, ну, я вообще не видел, чтобы она случалась ни разу даже у Ишек. Хотя, как бы, ну, ее в истории избежать было практически невозможно. Что, собственно говоря, и произошло. Во второй Виктории то же самое. Избежать ее можно было, но это требовало каких-то усилий. Здесь же это просто no brain. Ты просто нажимаешь несколько кнопок и все отлично. Дальше. Они помогут Ишке нажимать всякие решения. Выполнять всякие записи дневников. Супер. Потому что сейчас я реально понимаю, что Ишка не в состоянии сам забить влияние какой-то партии. Или еще что-то подобное сделать. В итоге решения они не нажимают. И решение получается только для игрока сейчас. Вот как раз-таки про это и запись, что решение для игрока. Но игрок об этом не знает. Если, как бы, да, ты сам не полазишь, ты не найдешь эти решения. Нет никаких уведомлений, нет никакой информации о том, что ты можешь что-то сделать. И, ну, это же совсем смешно. В любой игре парадоксов у тебя есть уведомления почти обо всем. Особенно о том, что ты можешь нажать. Здесь нету. Как они могли это пропустить, для меня загадка. Еще одно про историческое. То есть, это объединение стран. Особенности Италия-Германия. Это правда. Италия-Германия может объединиться сейчас просто моментально. Германия буквально 2-3 года и все. Она едина. Но это же абсолютно не исторично. Да, это чаще всего происходит именно игроком. Делается, да. Потому что игрок знает, что можно забудить. Но это все равно ненормально. Даже для игрока. Единственное, чего я боюсь, чтобы они не накрутили каких-то дебафов в желании Ишек объединяться. Тогда, ну, они сделают, там, не знаю, какие-нибудь костыли. Что тебе надо будет реально почти захватывать все. Посмотрим, как они это реализуют. Звучит позитивно. Но очень зависит от реализации. По дипломатии они добавят возможность обратно переманить кого-то. Тоже очень этого не хватало. На самом деле. Можно предложить будет какие-то территории, допустим, или еще что-то тому, кто уже, казалось бы, против вас воюет. И более того, можно будет предложить намного больше разных вещей. И самое главное, можно будет основные цели расширить. То есть сейчас, если враг отступает, а в лейте они отступают очень часто, то ты всего лишь получаешь одну свою цель. Хоть ты хоть 10 поставил, только одна цель, главное. И получаешь перемирие. И ждешь опять, чтобы опять получить одну цель. Ужасно, ужасно. Если можно будет эти основные цели расширить, будет просто превосходно. Конечно, это все еще не решает проблему того, что ты можешь вести только одну войну одновременно, да, начинать. Хотя это, ну, смешно. Особенно, когда ты начинаешь войну какую-нибудь в Африке, и из-за этого ты не можешь начать еще войну в Европе. Хотя в Африке у тебя там буквально заняты 5-10 бригад. Вместе с этим новая интеракция. Можно продать или отдать регионы. Ну, пускай. В принципе, до этого не хватало, но я бы не сказал, чтобы я прям хотел этим воспользоваться. И вот они хотят добавить фичу, которую, видимо, вырезали при переходе на третью часть. Иностранные инвестиции и возможность строить в других странах. Это реально было вполне себе неплохой частью второй игры. Но в третьей она вообще никак не была представлена. Посмотрим, как они это реализуют. Будет ли это какой-то бесполезной механикой, которой никто не будет пользоваться, или же это будет какой-то суперобузной механикой. В зависимости от того, как они что там сделают. И вот как раз-таки взаимодействие с субъектами тоже. Сейчас субъекты бесполезны. Может быть, они сделают их хоть как-то полезными. Будет неплохо. И еще какие-то небольшие изменения. Больше цифр про население и разные факторы. Это тоже, я их постоянно говорю, тоже очень важно, потому что реально все эти вещи, их всех не хватало. Почти все какие-то подобные вещи были во второй части. Либо в них не было нужды во второй части. Либо, ну, ожидалось, что в третьей части такую объективную вещь починят. И вот здесь нам дадут хотя бы информацию про наше население. И, допустим, почему оно увеличивается, почему кто-то конвертируется, не конвертируется. Все это было описано во второй части и очень подробно. И вы могли реально зайти и посмотреть, как какие-то факторы увеличить, уменьшить. Теперь они добавят это в третью часть. Слава богу. Вот это вот интересная вещь. Я тоже не очень понимаю, что они именно хотят сделать. Они хотят как-то новой экономической системы. Сделать другими. Сейчас ты просто ставишь в свободной конкуренции, получаешь кучу денег от капиталистов и довольный сидишь. Видимо, они хотят сделать, чтобы другие экономические системы тоже могли работать. Потому что сейчас нет. Ну, посмотрим. Может, что-то из этого получится. И я думаю, это самое критическое изменение. Иишки подправят мозги, чтобы она строила что-то в ИТ. Наконец. Сейчас Иишка просто не знает, что такое нефть, не знает, что такое резина, не знает, что такое современные средства производства. Электричество тоже. Никто не слышал. Это где-то в цивилизованных странах игрока только происходит. Верим. Ждем. И тоже последнее изменение. Возможность играть за автократические, консервативные государства. Но, послушай, сейчас же можно играть за них. Нет. У них нет буквально никаких преимуществ перед либеральными государствами в данный момент. И без каждого государства имеют лучшее образование, лучшие уровни жизни, лучшие зарплаты, лучшие экономики. И это факт. У автократии нет никаких бафов, кроме авторитета. В то время как у либеральных стран просто все остальные законы намного сильнее. И если они добавят какого-то разнообразия, какого-то, не знаю, интереса к автократиям, будет очень даже интересно. Это заново поиграть, я бы сказал. Это все, по крайней мере, в этой таблице. Вот. Если поговорить про саму игру, вышла она как минимум интересной, как минимум очень с большим потенциалом, но не без реальных проблем. Война в игре реально сейчас выглядит так себе. Они могли очень много каких-то систем адаптировать под третью часть. Уже есть очень много существующих игр. Есть Виктория 3 с ее системами, есть всякие Императоры, куча всего. Они решили сделать велосипед, велосипед получился пятиколесный, но каждое колесо квадратное. Смогут ли они или Модеры это пофиксить? Возможно. Ну, остается верить. Экономика здесь реально интересная, но она командная. Здесь реально ты не чувствуешь того, что у тебя население делает что-то само. Во второй Виктории у тебя население производило кучу товаров само, без твоей необходимости строить заводы. Капиталисты могли построить заводы, различные группы населения могли попроизводить какие-то ресурсы, всякие кустари. Они видят, что есть спрос, они начинают это производить. Да, фабрики выгоднее, поэтому капиталисты тоже строят фабрики, ты строишь фабрики, но кустари сами вполне себе тоже производили. Таким образом, население как бы жило само. Здесь же все здания строятся только тобой, исключительно тобой. То есть это, можно сказать, абсолютно плановая экономика с каким-то вот этим вот элементом капитализма. Выглядит смешно, но как есть. Надеюсь, они какие-то улучшения в этом сделают, но кроме этого экономика вполне себе здоровая, вполне себе интересная. И дипломатия тоже намного лучше второй части. Есть, конечно, очень дебильные моменты. Вот, как я говорил про начало войн, про всякие вот эти инциденты, как различные страны в них заходят, какие у них на это приоритеты. Какие-то великие державы вообще могут по приколу взять, зайти за какую-то страну, в которой вообще нет бригад, просто за их обещание чего-то. И такое происходит достаточно часто. Но, несмотря на этом, все равно дипломатия свежее, дипломатия лучше. Ну, на этом, я думаю, все. Все, что я хотел обсудить, я обсудил. Так что, ребят, с вами был TopGay. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Делитесь обязательно своим мнением насчет этих изменений, насчет игры. И ставьте лайки. Пока.